Привет, любители активного образа жизни по субботам. Удивительно, но сегодня суббота. Девушка переневается. У нас снова авантюра. Автор этой авантюры идет впереди. Красивый, кстати, обратите внимание сегодня. Редкий случай, когда мы можем увидеть не в спортивном. Авантюра следующая. Как вы можете заметить, мы идем под фуникулером, который открылся совершенно недавно. От уровня моря он поднимается до парка Ловчин. Вот туда он поднимается, до парка Ловчин. Наша задача. Мы приехали на одну из смотровых площадок крепость Гараджа. И вот мы ходим сейчас по технической тропе, технической дорогу, которую сделали под этим подъемником, с Денисом забежать наверх. Ну не просто забежать, а Ирина спустится вниз и сядет в подъемник. И будет подниматься. И мы попробуем туда вот этим серпантином. Все-таки такое ощущение, что он там прерывается. Вот у последнего этого самого. Да, я понимаю, я имею в виду. В общем, вот этим серпантином будем туда подниматься. Видите? А там он едет красивый подъемник. Вот мы пойдем туда будем. Всем бег. Потому что ты модный дам, мне дал какие-то... Я написал километр, а витекарь. И фотку нарисовал. Красиво. Ну, и типа я думал, ну и что там по грунтовке пробежать. Вообще ни о чем. Все совсем по-другому. Все не так однозначно. Да. И всей правды мы никогда не узнаем. Не, никогда реально не узнаем всей правды. Для банана надо портупею купить специально. Ну, так напомню, что Ирина может раз в 50 съеду и съесть. Пока будем бежать. Бежим. Так, ладно. Закомните нас молодыми. Авантюра. Итак, без 20.12 начинаем. Сейчас посмотрим. Ирина пока гуляет туда-сюда, а потом поедет на вот этой штуке. И встретимся наверху. Давайте. Все, пока. У подъемника. Давай. Так, мы готовимся выйти сейчас на маршрут. Из-за того, что мы потеряли немножко, неправильно рассчитали и время, и вообще. 8 минут только на спуске мы потеряли. И еще на подъеме примерно минут столько же примерно, даже больше, да? Ну, короче, минут 15 мы сейчас потеряли. Около 20. И сейчас выходим на маршрут. Всем бег. Один час позади. Набор 200, ну, 300 метров примерно. Около 300 метров. Мы сейчас возле третьего, если считать от гаража, третий столб. При учете, что там 20 минут потеряли. Как в самом начале? Ну, если гараж считаем. А вот он, смотри. Первый, второй, третий. Ну, ты сам гараж посчитал. Ну, дела. Ну, вот тогда четвертый. Если за единицу принимаем первый столб, мы принимаем за первый столб тот, который на гараже стоит, то это четвертый. И остался еще один, чтобы добраться до самой видимой точки из гаража, самой видимой. После этого перевал вниз. И там еще несколько столбов. Примерно столько же. Ну, в общем, серьезно получается. Немножко не рассчитали, конечно, мы. Но ничего, нормально. У нас вроде пока вода есть. Еда еще есть. В принципе, температура здесь не такая жаркая. Иногда вон в тенечках сейчас попадаем. В целом такая красота. Всем бег. А потом начался альпинизм, ребятушки. Вот такая вот история. Такая вот у нас красота. Над нами подъемничек, а мы вверх. По отвесной скалке. Настоящий альпинизм. Ух, вот они едут. Не едут. Сыпуха. Поднялись по сыпухе сначала. Потом забрались в кусты. И сейчас аккуратненько, аккуратненько вверх. Ага, всем бег. Хотел сделать паузу от альпинизма и от скалолазания на этих выходных, но ничего не получилось. Вынужден все-таки лезть, карабкаться. Сейчас Дениса дождусь. Вон дорога. Туда надо сейчас выйти. Лезем по подъемникам. Под подъемником. Довольно угол крутой, но страховка, в принципе, не нужна. Если аккуратно, то можно. Два часа мы в пути. И это шестой столб. Вот это рядышком уже седьмой столб. И почему-то он... Мы его считаем шестым, мы его считаем по счету шестым. По последовательности. А он называется тринадцатый. Ну, жарко. Устали немножко. Да, есть такое дело. Но экономим силы на финиш, чтобы сейчас эффектно... Где она есть? Где финиш-то? Вот эффектно финишировать вот здесь. Семьбек. Кто это? Кто это? Кто это прибежал? Чертим, чертим, чертим. Налево. КОНЕЦ 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 Дистанция 9 километров 300 метров. 2 часа 20 минут мы на вершине, уже дошли до кафешки. Перспективная дверь с лестницей. Тут, простите, надо минут пять от самой станции подъемника. Там ресторанчик и здесь есть еще одна маленькая кафешка. Здесь уже асфальтовая дорожка. Там велосипеды в аренду сдают. Можно немножко по горкам покататься. Пешеходные тропки здесь размечены. Ну, в общем, пытаются этот региончик-то развивать. И очень-очень это хорошо. Сейчас тут видно, что еще немного идет ремонтных работ. Но, наверное, зимой будет здесь классно. Снег здесь будет точно лежать в снежный период. Там подстанция. Вот она. Ага, вот эта. Автомобильная дорога сюда подходит. Ну, то есть, вообще, на самом-то деле, здесь прикольно. Можно не только бегом. На фуникулёре и на автомобиле сюда можно добраться. Ну, на велосипеде, разумеется, тоже по асфальту, если всем бег. Ну, пришло время отдохнуть. Живи. Ну, она высокая, ну, какая она? Ну, какая она? А, ну, сколько? А, это почти. Мы приняли решение вниз спускаться на фуникулёре. Потому что есть маленький кусочек. Он совсем небольшой. Минут 10-15 вверх. Столько же примерно вниз. Но вот этот кусочек, он, честно сказать, опасный. Поэтому мы решили, какой смысл рисковать и по этим скалам вниз позвать. То есть, если вверх ещё можно как-то там без страховки нормально. Ну, то есть, никаких высоких рисков нет. Но вниз, вниз по этой же тропе, по этому же направлению, в колючках и в сыпучих камнях. И причём, там очень много живых камней. Ну, в общем, такое. Без дополнительного снаряжения, без дополнительного не стоит делать. Вверх мы поднялись, вниз мы поем на фуникулёре. Что, куда? Опа. Слушай, а чё нормально как? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так, я буду тайм-лаб снимать. Я чё-то это... Неожиданно. Прям неожиданно. Он ещё мусор такой похоронный играет. Слушай, а когда я стоял без каминок, там ещё страшнее было. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так что-то на мою шуху. Слышите, как ветер забывает. Всё-таки я из камеры... Нужен стоп-кран, серьезно. Интересно, мне потом YouTube за эту музыку не блокнет. Дай мне на тихонечку телефон. По праву, по праву, по праву, она сильнее, не понятно. Ну где там, по праву, по праву, она сильнее, не понятно. Ну и где там, ты в колючках, ты у меня вот так уходи. Не-не-не-не-не, плохо. А мы тут вообще-то не для чего. А вниз-то по такой не пойдем. Да нет, не-не-не, там нет проходки. Там, видишь, кусты? Не, мы все правильно сделали. Потому что у нас эпоха, она опасная. Мне кажется, там на дороге. Ну вот смотрим, давай, смотрите, как раз внимательно. Вот так вот на этот церпантин выйдет. Не-не-не, ни хера. Тут уже, ну как, все-то деревья мустые. Только по серпантинам. Сколько теперь раз гамбольдеров можно съесть по холоду? Не знаю. Мы, кстати, у меня там есть счетчик калорий, но я что-то не особо на него смотрю. Мы спустились с горы и решили перекусить. Потому что мало того служили, еще и проголодались действительно. Белок, витамины, все остальное. Всем бег. Так, это прямо то, конечно. Приятного аппетита сейчас. Отлично. Витамины. Объемли. Приятного аппетита. Удинарный принтер. Витамины. ious. Катана. Продолжение следует...